Аварийная водосточная труба, которая еще на прошлой неделе беспокоила жителей 14-го дома по улице Пастера, отремонтирована. Этого события Наталья Белявская безуспешно ждала не один год, постоянно отправляя в коммунальный сервис письма с просьбой о ремонте. Если бы в ближайшее время трубу не починили, то стены квартиры пенсионерки вскоре покрылись бы грибком и плесенью, что небезопасно для здоровья. Когда идет дождь, там все заливает, и стенку тоже, и угол, особенно угол. Труба неисправна, хотелось бы, чтобы ее исправить. Я, сколько уже говорила неоднократно, трубы меняли в нашем доме, а мою трубу не поменяли. Для того, чтобы заставить коммунальщиков выполнить свою прямую обязанность и избавить одесситку от наболевшей проблемы, правозащитник Егор Прокопчук отправился к директору ЖК «Спортофранковский» Виктору Страшному. Пенсионерка не может найти общий язык с начальником участка. Обещали трубу, вот ваш ответ, кстати, до конца 2014 года. Там не хватает куска скотчной трубы, если что-то по стене у пенсионеров. Я сейчас запишу, это сделаем, нужно не переживать даже. Когда ожидать? Там реально два метра. На той неделе сделаем, не забывай. После визита Центра защиты одесситов в ЖКС коммунальщики вспомнили о своих обязанностях и меньше чем за неделю полностью заменили водосток. Теперь пенсионерка не боится ни редких весенних дождей и уверена, что без нашей помощи так быстро ничего бы не произошло. Года три, а то и больше. Я писала, сколько писала, и в ЖЭК, и в ЖЭО, и куда угодно. Ничего не было сделано. И вот только Центр защиты одесситов помог мне. Спасибо вам большое. Буквально за 10 дней пришли и сделали трубу, ситуация изменилась. И стало, вот вы сами видите, какая новая хорошая у меня труба. Я надеюсь, что все теперь будет хорошо. Если на ваши письма коммунальщики не спешат реагировать, обращайтесь в Центр защиты одесситов. Вместе мы заставим их вспомнить о профессиональном долге. 709-10-10. Добиться ремонта кровли жители Греческой 43 пытаются уже пятый год. Лидия Ивановна рассказывает, за все это время коммунальщики приходили лишь дважды. Вы с 2010 года обращаетесь, чтобы отремонтировали, и они не реагировали? Да, два раза они мне делали. Но они делали как? Как попало? Кусками закроют, дырки смолой замажут, я тут писала. Центом снаружи все это сделают. Ну, полгода-год, и мне опять течет. Безответственность работника второго участка ЖКС-а Порта-Франковский чуть не стоила одесситки жизни. На кухне рухнул потолок. Одесситка возмущена. Исправно оплачивая коммунальные услуги, она не может добиться от коммунальщиков даже текущего ремонта. В итоге за помощью женщина обратилась в Центр защиты одесситов. У вас нет задолженности? Нет. А у соседей ваших? Нет. Нет задолженности? Вы платите исправно за квартиру, а текущий ремонт не производится? Не производится. Правозащитник Алексея Сауленко советует. Обращаться с заявлениями необходимо не в участке, а непосредственно в ЖКС-ы. Вы понимаете, что нет смысла обращаться в участок, потому что в участке точно такие вопросы не решаются. Все это решается непосредственно в ЖКС-ах. Именно туда Алексей Сауленко и отправился вместе с одесситкой. После беседы с правозащитником директор ЖКС-а Порта-Франковский Виктор Страшный заверил – аварийную кровлю починят. Только что побывали на Греческой 43, там крыша. Так вот на кухне очень опасная ситуация, прямо проваливается практически потолок, может рухнуть в любой момент. Поднялись на чердак, весь чердак заполнен мусором каким-то строительным. Смотрите, обращались во второй участок, только какие-то отписки приходят, пугают, что все равно работы выполняться не будет. Сегодня-завтра посмотрят. Я поручу главному инженеру посмотреть. Определимся. Центр защиты одесситов проследит за ходом работы и проконтролирует, чтобы одесситка, исправно оплачивающая коммунальные платежи и не имеющая задолженности, не была обманута сотрудниками ЖКС-а Порта-Франковский. Аккуратно оплачивая ежемесячные счета из ЖКС-а, многие одесситы не очень хорошо представляют, за что именно они платят. И если водообеспечение, тепло, газ, электроэнергия и вывоз мусора – вполне реальные услуги, четко указанные в платежках, то загадочное буквосочетание СДПТ для большинства остается понятием абстрактным. А способ вычисления, сколько денег конкретный житель города должен оставлять коммунальщикам за это самое СДПТ, тоже для многих тайна. Центр защиты одесситов откроет сегодня эту тайну. Итак, СДПТ расшифровывается как «содержание домов и придомовых территорий». В понятие «содержание» входит уборка, текущий ремонт, поддержание в жилом состоянии здания. Если вы подписали с ЖКС-ом договор, то должны были видеть перечень услуг, входящих в СДПТ в вашем конкретном случае. Если же договора нет, ЖКС смело оставляет за собой право самому определять, какие работы он должен выполнять и получать за это деньги. Начисление по СДПТ производит бухгалтер ЖКС. По каждому дому отдельно. Рассчитывается сумма по каждой из услуг на квадратный метр площади квартиры. Обычно в СДПТ входят уборка лестничной клетки ежедневно с первого по третьей этажи, уборка придомовой территории, уборка подвалов, технических этажей и кровли, техническое обслуживание внутридомовых систем, теплопоставки, водоотведения, ливневой канализации, несущих из защитных конструкций столярных изделий, текущий ремонт конструктивных элементов, инженерных систем и технических устройств зданий и элементов внешнего благоустройства, диэротизация, дезинфекция, обслуживание дымовентиляционных каналов, обслуживание систем противопожарной автоматики и дымовыведения, ремонт детских, спортивных, хозяйственных площадок и объектов благоустройства, полив дворов, клумб и газонов, подготовка к осенне-зимнему периоду, эксплуатация номерных знаков, очистка дворовых туалетов и приямков, освещение мест общего пользования и подкачка воды. В зависимости от того, в каком именно доме живет Одессит, те или иные услуги могут не оказываться. Например, если здание лишено подвала или чердака, уборка и дезинфекция этих помещений не входит в СДПТ. В многоэтажках часто вычеркивают из списка уборку лестничных клеток, хотя таковая должна производиться ежедневно, потому что в штате коммунсервисов практически нет уборщиц. В последнее время коммунальщики не поливают клумбы и зеленое насаждение во дворе. И этот пункт тоже остается в списке с нулями, проставленными на месте суммы. Получив счет из ЖКС, вы вовсе не обязаны сразу соглашаться на его оплату. Если уверены, что какая-то из услуг не оказывается или оказывается ненадлежащим образом, некачественно либо недостаточно часто, вы имеете полное право отказаться платить за плохо выполненную работу. Например, если в парадной полгода не горит лампочка, текут трубы в подвале, а ногодворник оступал во двор еще прошлой осенью, смело предъявляйте претензии. Так как же правильно действовать, чтобы не платить за мифические услуги свои вполне реальные деньги? Регулярно составлять акты претензий, если услуги не оказываются. Сперва нужно с заявлением пригласить представителя ЖКСа для составления такого акта. Представитель обязан явиться не позже, чем через два дня. Но если ваше приглашение проигнорировали, не беда. Вы можете составить акт и сами. Для этого достаточно свидетельства двух соседей. Следует указать в акте, какая именно услуга и когда не была оказана, и потребовать перерасчета оплаты. Составленный документ также в двух экземплярах регистрируется в ЖКСе. Если там отказываются его принимать, то так же, как и заявление, можно переслать этот акт по почте, заказным письмом. Каждый такой акт – основание для перерасчета. Если же коммунальщики упорно отказываются выполнять требования закона, продолжают начислять оплату за невыполненную работу, с жалобами на них можно обращаться в районные администрации либо в инспекцию по защите прав потребителей. Также свои права каждый одессит может отстоять в суде. И есть немало случаев, когда иски жильцов ЖКСом были удовлетворены. А помощь в прохождении всех перечисленных этапов общения с коммунальщиками оказывает Центр защиты одесситов. Если у вас остались вопросы, на которые мы не ответили в этом сюжете, звоните по круглосуточному телефону горячей линии 709-10-10.